Здравствуйте друзья, это видео я решил посвятить сравнению управляемых лампочек под стандартный патрон Е27. Отдельных обзоров подобных устройств у меня довольно много, но вопросы выбора остаются открытыми. В ходе этого сравнения я хочу наглядно показать, может ли лампочка с режимами белого и цветного освещения стать полноценной заменой для лампочки белого света. Для испытания я взял одну из моделей RGB плюс CCT лампочек из экосистемы Tuya Smart от достаточно известного бренда Lansonga и сравнил с лампочками белого свечения Acara и Acara T1, которые я считаю практически эталонными для рабочего освещения. Так как эти устройства относятся к разным экосистемам, сравнивать я буду в Zigbee ToMQTT. Это популярная система управления Zigbee устройствами, поддерживающая сотни производителей и тысячи устройств, которая совместима с Home Assistant, Domotex и подобными им. Перед тем как мы приступим, прошу вас поставить лайк этому видео, чтобы его могли найти больше людей и подписаться на мой канал, если вы не сделали этого раньше. Все три устройства выполнены в форм-факторе лампочек под стандартный патрон Е27 и очень похожи друг на друга. Слева направо Acara, Acara T1 и Lansonga. Глобальные отличаются только надписями на корпусе, кстати у Lansonga их нет. Acara ZN LDP12LM это первая версия такой лампочки, которая вышла несколько лет назад. Мой первый обзор о ней был снят еще в конце 2018 года. Естественно, что она официально поддерживается в Zigbee ToMQTT. Как и большинство Zigbee устройств с стационарным питанием и нулевой линией, она является роутером, то есть может получать и передавать данные от и к другим узлам сети. Чтобы не повторяться, все участники теста роутеры. Acara T1 ZN LDP13LM это обновленная модель, которая вышла около года назад. Основные отличия от первой версии Zigbee 3.0 и несколько большая энергоэффективность. Она также поддерживается в Zigbee ToMQTT, отдельный обзор на нее вы найдете в описании под видео. Lansonga ZB RGBV и третий участник теста поддерживается в Zigbee ToMQTT. Причем тут не общая ветка туйя, в которую попадают большинство устройств экосистемы, а отдельное под название бренда Lansonga. Лампочка кстати не новая, вышла точно более года, а то и двух назад. Перейдем к возможностям устройств. Acara первая версия. Тут есть переключатель включения и выключения, шкала яркости и цветовой температуры. Причем для нее, кроме шкалы, есть четыре кнопки с предустановленными значениями. Тип цвета при старте, эффекты, память состояния и уровень качества связи. Но есть некоторые нюансы, установить цветовую температуру по умолчанию при старте не получится. Опция есть, но она не работает, при попытке что-то выбрать появляется сообщение об ошибке. Эффекты можно выбрать, ошибки это не вызовет. Ну и какой-то видимой реакции вы тоже не увидите. И тут есть глюк, который заключается в том, что значение цветовой температуры для кнопок нейтральное и тепло совпадает. Кнопки две, но действие на них одинаковое. Изменение при помощи шкалы работает корректно. Acara T1, тут все очень похоже на первую версию. Убрали ненужный выбор эффектов, подозреваю, что они и тут не работали. Добавилась опция температуру устройства, в остальном все то же самое. Глюк с кнопками предустановки цветовой температуры присутствует и тут. Кстати установка начальной цветовой температуры теперь не вызывает ошибку, но все равно не работает. Не важно что тут установить, лампочка будет включаться с последней сохраненной температурой. Для Lansonga меню лаконичное, включить выключить, яркость, цветовая температура, тут кстати 5 кнопок предустановок, а не 4 и все они работают корректно. И установка цвета, помним что лампочка цветная. Переключателя памяти состояния тут нет, но память состояния у лампочки есть, этот режим работает по умолчанию и не отключается. Режим памяти состояния у Acara и Acara T1 работает одинаково, если он отключен, то при подаче питания лампочка включается. Если включен, то лампочка сохранит свое состояние, в данном случае она была выключена. А если она была включена, то после подачи питания, она включится в любом варианте. У Lansonga память состояния активна по умолчанию, если она была выключена, то такое и останется. А если включена, то включится и при подаче питания, при этом она сохранит режим и яркость свечения, цвет или цветовую температуру в белом режиме. В следующем тесте я сравню световой поток каждой лампочки на максимальной яркости в режиме от теплого желтого до холодного белого. Я буду устанавливать ползунок регулятора в пять положений, удаленных друг от друга на равное расстояние. Показания люксметра следует воспринимать только как сравнительное, проведенное в одинаковых условиях. Также будем наблюдать за потребляемой мощностью. Акара первой версии, максимально желтый свет, световой поток около 3780 люкс при мощности 8,4 Вт. Теплый свет 3950 люкс, мощность повысилась до 8,5 Вт. Нейтральный 4160 люкс 8,6-8,7 Вт. Холодный 4420 люкс, мощность та же. Максимально белый 4660 люкс 8,6 Вт. Акара Т1, максимально желтый 2770 люкс, мощность около 7,5 Вт. Теплый свет 2860 люкс, мощность та же. Нейтральный 3050 люкс при той же мощности. Холодный 3350 люкс, мощность не меняется. И максимально холодный 3720 люкс, что меньше минимального измеренного значения у первой версии. Осталась цветная лампочка, замеры в режиме белого света. Максимально желтый 1670 люкс при мощности 9,2 Вт. Переключение в теплый режим видимого эффекта не дало. Нейтральный 1730 люкс, мощность не изменилась. Холодный 1860 люкс, мощность 9,3 Вт. Максимально холодный 2010 люкс с той же мощностью. Особенность лампочки Lansong это работа в цветном режиме. Это может быть атмосферная подсветка, световая сигнализация, ночник и так далее. Но как мы увидели в предыдущем тесте, за это приходится платить качеством белого света. Проведенные тесты показали, что самой мощной в плане светового потока оказалась лампочка Acara 1 версии. Остальные даже не достигли ее минимального показателя в 3780 люкс. Я использую ее в режиме нейтрального цвета. Двухрежимная лампочка от Lansong оказалась самой слабой, хотя и самая мощная в плане потребления энергии. Полноценной заменой для белых ламп Acara она вряд ли может быть в режиме 1 к 1. Только если есть возможность установить несколько таких ламп, тогда их световой поток может быть сопоставим, плюс функция цветного света. В целом, я полагаю, разница между участниками теста при использовании в качестве рабочей подсветки очевидна. На этом все, надеюсь видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки и подписки. В описании под видео вы найдете ссылки на покупку устройств из сравнения, их самостоятельные обзоры, а также на мой телеграм канал, группу обсуждений по вопросам умного дома и мои страницы в соцсетях. Спасибо за внимание, до новых встреч всем мира. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok